всем привет дорогие мои сегодня буду делать макияж вот захотела протестировать такую штуку это называется увлажняющий крем тинт для вашего лица то есть я не совсем поняла его действие он сначала вот так вот делается а потом когда мы вот перемешиваем его он постепенно превращается в тональный крем я скорее всего слишком много нанесла из этого такое вот ощущение но на самом деле вот он видите превратился очень симпатичный тональный крем и принципе мне нравится то есть он еще идет ухаживающий скорее всего вот у меня их три оттенка я сейчас возьму оттеночек 63 56 наукрат потому что непонятно и посмотрю как он будет на коже пока возьму вот столько немножко он идет с какими-то вкраплениями очень интересными и начну наносить наносить буду руками он знаете такой интересный очень такой пластичный классный и мне понравился то ли он подстраивается по цвет кожи то ли что я не знаю ну очень интересная штучка видите шея у меня еще не сильно улегся загар после турции поэтому поэтому таким вот образом на грудную шею понаношу и посмотрим на результат ну в общем-то нормально я бы не сказала что плохо мне нравится на камеру конечно не очень понятно но вот тут он совсем немножко маскирует может быть его нужно было нанести потолще слой давайте попробуем потому что я его на коже не очень вижу он очень-очень такой приятный вот смотреть ну слушайте можно сказать что угадала я с этим тоном 63 56 очень интересная штука наносите белый потом он темнеет и довольно таки ровненько что мне нравится не нравится блеск но что поделаешь зато ложится прям в поры не проваливается но какие-то явные изъяны не очень-то хорошо маскирует так поэтому я прибегну к first class это офигенский консилер если его не наносить на поры то он просто супер артикул 63 43 нужно просто вот на недостатки малюсенькие точечки ставить и потом наносить ну родинку я не убираю ничего не убирают и все пудрой это все натурально то что покраснела убирается очень хорошо и он еще знаете так фиксирует подсыхает и практически ничего не оставляет мне он прям понравился пудра bler артикул 64 59 нужно такое мне не очень-то вид да и вот как раз таки именно эта пудра она видите сразу убирает весь блеск и кожа начинает как будто бы светить светиться изнутри так волосы не обращайте внимание не у меня пока сырые вот я пробовала нашу новую линейку эксперт пока не мне очень понравилось но посмотрим еще белый эксперт до укрепляющая линейка вот да таким вот образом на центр наношу побольше всего я пудра так немножечко чтобы закрепить тоналочку и убрать блеск нормально 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 есть одна особенность я хочу сегодня использовать не водостойкую тушь а обычную у меня есть такая особенность чтобы я не наносила на нижней ресницей всегда все размазывается поэтому я буду наносить еще под самые глаза фиксирующую пудру 64 41 этой же самой кистью она такая вот белесенькая но если ее хорошо растушевать то этой белесости практически не видно все хорошо поэтому фиксирующую пудру я очень люблю но она долгоиграющая вот если бы меня ее вика в джугле не разбила то я до сих пор бы ей пользовалась то есть она не выбеливает не ложится как мил то есть все великолепно то есть только центр по краям конечно же я ей не пользуюсь далее конечно же бронзер я люблю делать тон перед этим мне безумно понравился именно этот бронзер я с него кайфую 65 57 для меня это просто вот находка потому что он вроде бы как новогодняя елка да кажется но нет вот значит я его беру немножко и начинаю наносить разносить по лицу он просто великолепно смотрится все здорово все классно вот эти обязательно брыльки прохожу чтобы затемнить сегодня я буду вообще зачем я делаю макияж да сегодня я буду снимать ролик у меня на такой холодный приятный подтон я их много не люблю наносить но немножечко хочется немножечко хочется чуть-чуть на глазки нанесу таким вот образом и кончик подбородка всегда потому что мне хорошо в первое место это туда где чаще всего солнышко ложится ровненько аккуратненько ну и вот такой вот легкий получается хайлайтер насколько кстати уже до дна скоро будет уже до дна немножечко хайлайтера наношу у меня пока что нет морщинок подчеркивать пока что ничего поэтому я прям смело смело наношу да то есть но у кого морщинки те наносят чуть-чуть пониже на скулу и так далее вот когда особенно вот маме делаю макияж и наношу пониже потому что у нее там уже это очень такая благородная штука который очень сложно переборщить даже если переборщите то и и легко убрать пудрой блёр так вообще чуть-чуть немножечко можно даже кистью который пользовались пудрой блёр и все уже становится на круги своя все становится великолепно далее карандашик артикул 5719 и волчоку подточила у нас есть точилка фаберлик прикольная мне очень нравится сразу начала прорисовываться я очень люблю вот такие вот светлые карандаши видите карандаш очень светлый более такой натуральный цвет получается и клёвый так брови я еще не покрасила краской я сама их не крашу не красит мастер с волосами все в порядке и ты еще пока не отросли ничего и я не знаю что делать мне надо только брови покрасить в общем ничего страшного вчера несколько сетях волосков выщипала вроде не чиста такой вот прикид получил чужа новинка 5869 с эффектом накладной пересниц я вчера покрасился на такая вот видите интересно изогнутая в принципе по размерам мне нормально честно сказать когда крашусь ляпаю века тебе весь тон ляпаю века почему потому что у меня такая традиция если новая тушь я пока к ней приспосабливаюсь я что-нибудь и сделаю не туда даже вот я как-то была застата врасплох потому что я не ожидала такого объема с первого взмаха честно вам скажу не ожидала так дальше дальше будут тени вот такие вот классные тени я их обожаю так вот тут у меня произошел казус у меня больше нет тени я их уронила и все у меня тени не стало поэтому я пользуюсь той и другой палетой это разные палетки значит вот эта палетка получается артикул 57 38 то обожаю просто обожаю типа лет а вот это вот палетка артикул 57 39 важным способом не классно лежат и блестят это 57 41 вот так придумаю какой цвет я хочу чем я хочу накрасить и так далее выбор такой нюд шикарный нюд где-то нужно добавить блестки и буду просто вот этой палетой краситься если есть какой-то буду добавлять то буду вам показывать сначала я наношу матовый розовый следующий оттеночек потемнее беру и конечно классно что в компании такой широкий ассортимент который дает возможность вообще реализоваться каждому человеку именно реализация мне безумно понравилось в плане чего в плане того что медики найдут отличные витамины да то есть мастера там не знаю парикмахеры найдут отличные средства да то есть визажисты тоже найдут те не очень достойные мне понравились и моему кстати визажисту не понравились она все спрашивает что так дешево в чем подвох да то есть человек привык к дорогой косметики и тут она мне начинает делать макияж и не понимает в чем подвох почему дешево и качественно я говорю потому что у нас идет производство с нашего личного завода никаких перекупов ничего все идет напрямую к нам и мы можем себе вот позволить качество недорогое качество но как конечно классно суперская яркая подложка получилась я прям кайфую из таких подложек потому что потом при тени ложатся очень хорошо чуть-чуть слегка подтяните уголочки где-то какие-то остатки туши еще чего-то да теней мышки какие-то покрошились да ну и хочется контуринг сделать слегка поярче такое у меня бывает последние синие теней на протяжении контуринг столько меня дома долго не было что я прям разучилась уже делать макияж на нормальную камеру на нормальный свет кошечки тридцать шесть дней нас не было потом мы побыли дома 3 дня и снова уехали это что-то с чем-то такой длинные поездки у нас еще не было но первая поездка мы ездили лечить не кусил а вторая поездка мы уже ездили самостоятельно так помаду это даже убирать помаду нет это не моё это новинка кстати 40 912 давайте посмотрим 40 915 вот это мне нравится отличная помада 40 915 15 здесь вот загнутый кончик видите загнута так вверху мне конечно не особо нравится но когда он уходит потом докрашивается там то становится все хорошо очень красивая помада слегка такой синенький оттеночек есть у нее в живую я люблю сто пятьсот помад скоро 916 это тоже темновато вот такая знаете новые оттенки новая палитра где я не могу совсем красный это смотрите прям влах она кстати потемнее чем на камеру так 40 913 я чуть-чуть еще капель так хочется просто сделать губки чуть-чуть поярче вот так лучше я очень часто красными помадами чуть-чуть немножко доделываю если мне кажется что такой бледноватый цвет бледноватый оттенок ну и что ж сейчас посушу голову и чуть-чуть ее подавью слушайте ребят еще голову не сушила но она реально так классно блестит живую блеск даже сильнее виден чем на камере волосики такие клёвые рассыпчатые ну тут сыр к сожалению да еще пока что важновато но мне прям нравится это дело все прям супер такой вот шампун это новинка я еще тоже его не снимала так бальзам интенсивное укрепление идет артикул 1899 и шампунь тоже интенсивное укрепление артикул 1898 вот первый раз помыла голову реально такой клёвый даже вот эти вот нижние бережон очки мои до которые больше всего страдают от завивки от всего и то как-то стали лучше и мягче приятнее да а вот тут просто не писать прям хочется запускать отлично отлично мне нравится ну что едем дальше мой любимый филипс плойка называется тюльпан я буду подвивать только кончики особой никакой прически делать не буду я просто сделаю кончики более аккуратными чем они есть на самом деле она так вот зажевывает я с этой плойкой очень-очень давно и нисколько не хочу расставаться и знаете у меня есть к вам такой еще один вопрос это третий вопрос за это видео недавно женщина мне в соцсетях пишет анна вы когда снимете свою корону когда вы перестанете хвастаться там или еще что-то и так далее вот что хочу сказать по поводу этого я никогда не хвастаюсь и мотивирую любой человек который хорошо зарабатывает я считаю что он обязан мотивировать и обязан рассказывать как он это делает чтобы поделиться с миром пользы потому что сейчас в наше нелегкое время очень много людей сидят без денег и молчать о том что ты зарабатываешь и они у тебя есть это конечно мне кажется что-то верх эгоизма это во первых во вторых когда вам говорят такое выражение с ними корону я даже по этому поводу немножко почитали в интернете и пришла к такому выводу на самостоятельному что они надевайте идет на меня зачем вы ее на меня надели вот такой у меня вопрос был к этой женщине и она мне толком ничего не ответила почему не ответил потому что коронует людей только другие люди сам человек может пойти и надеть на себя корону в каком-то роде так ведь потому что тут как раз та ситуация сложилась что я не пыталась себя короновать потому что я рабочая лошадка я не родилась золотой ложкой я родилась в обычной семье я просто очень много тыкала кнопок очень много набила шишек чтобы добиться своего результата так и то когда я смотрю в интернете на других людей смотрю какие-либо мотивационные ролики я поднимаю вот у этого так личный самолет собственному водителю и вот это он зарабатывает это он молодец да то есть это круто то есть получается есть люди которые круче меня выше меня лучше меня и они сделали чего-то такое что у них это сейчас вот есть и получается что блин сама на себя корону да там зазнаться еще что-то надеть там еще что-то я не могу потому что рановато у меня еще не тот результат чтобы ее надеть и когда я кляжу на людей которых там не знаю ксения собчак например берет интервью или там дуть берет интервью вот там да да там девушки извините меня вставляют виниры собственностью стоимостью вернее с пол моей квартиры поэтому я считаю что прежде чем вот этой женщине короновать меня да может быть ей подумать о том а что же я такое делаю и почему я об этом пишу и зачем я в этом пишу а может быть ей тоже попробовать почему у нее такое четкое разделение между человеком который нормально зарабатывает я не считаю что я офигенно зарабатываю нет но я нормально зарабатываю и муж со мной вместе в этом бизнесе что же она, эта Кононова, такое делает, что у нее действительно вот это, 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 это есть почему она воплощает свои мечты в реальность, почему она пишет такие посты, почему она тянет других людей за собой и хочет, чтобы у них тоже получилось, а не хватит ли ей? Поэтому прежде чем осуждать людей любому человеку, обсуждать любого другого человека, не обязательно меня сначала нужно прочувствовать, как он прошел этот путь, как он родился, как он жил, в каких условиях, что он делал, как он работал, по сколько часов в сутки он работал какие у него были причины для того, чтобы так много работать, чтобы так многого достичь, и это в первую очередь вот, как считаете вы, мне тоже очень интересно, потому что вот такое, такое мне прилетело буквально на прошлой неделе, когда я снималась, так, прилетели мы 31 октября из Турции, да, у нас была поездка за счет компании Фаберлик, и в эту поездку помимо меня слетало еще 1970 человек, ребят, еще 1970 человек помимо меня там отдыхали, не знаю, с каким еще написали с ними корону, но я сняла видео, как я иду по берегу моря и говорю, что всего можно достичь и все у вас получится, если просто действовать и обучаться у тех, кто добился этого результата например, вы хотите зарабатывать полтора миллиона русских рублей в каталог зарабатывайте зарабатывайте, в чем дело-то, обучайтесь, идите, идите за теми, кто уже зарабатывает эти деньги, обучайтесь тех, у кого они уже есть, понимаете, и все получится, действительно, я это проверяла когда я в долгах, вся в долгах была, и смотрела, и они даже на кредит пошли, вот, и смотрела там таких крутых личностей, да, как-то они бы полежали, ну, как, ну, царствие уже небесное, конечно, вот я восхищалась этими людьми, я смотрела и думала, какие они сильные, какие они крутые, как у них все классно получается это просто невероятно то, чего они достигли, и я внутри себя думала, что у меня такое никогда не получится и когда я стояла на сцене с микрофоном и рассказывала свою историю успеха, я стояла на меня смотрело почти две тысячи человек, оффлайн, оффлайн, не онлайн, онлайн, понятно, там больше просмотров, но я, когда сошла со сцены, вот, и на непридуманных историях, и до этого я сколько раз выступала, да, и вебинаров я сколько провела, я тоже вижу количество просмотров шикарный, я понимала, что, блин, а ведь я, грубо говоря, на ее месте, то есть, кем я восхищалась, я дошла до этого человека и тоже начала действовать по исполнению своей мечты, конечно, это топ номер один из компании Арифлейм, когда я была в Арифлейме, целый год, я тогда про нее вот узнала, и тогда на нее подсела, и тогда я вместе с ней сидела, ну, сидела, ну, я имею в виду на ютубе, ее смотрела, я понимала, что можно добиться человека номер один в любой компании, если действовать, работать, вести и мотивировать, так как мотивирует она, и мотивацию переплетать с современным способом продвижения, с современными способами рекрутинга, вот, поэтому я сейчас на данный момент очень часто покупаю обучение, да, там, по таргетингу покупаю, еще что-то, я развиваюсь, а вот эта женщина, которая ходит и всех коронует, развивается ли она? Значит, у нее нет того, чего есть вот у нас, у тех, кто действует, да, у нас с вами, у тех, кто действует, у нее просто нет этого, и она решила, что все, кто более-менее успешен, они с короной на башке, и они виноваты в ее несчастьях, вот и все, я так считаю, но любой человек, даже самый негативный, самый такой, который думает только о плохом, который чувствует себя ущербным по отношению к тем, кто действительно хорошо зарабатывает, это человек, который не хочет развиваться, он не хочет развиваться, но любой человек, он может начать читать книги, развиваться, смотреть на ютубе успешных, да даже прослушать онлайн, в наушниках, подсознание может все, пока он вредит, там, не знаю, в том, что на работу, как угодно можно выбрать время и возможность обучаться, если человеку действительно это нужно, действительно нужно, то есть, когда человек поймет, что вот его грубость и вот эта вот нетактичность, да, вот это вот неправильное поведение, когда он говорит о том, что вот у них так есть, у меня так нет, они там, да, вкратце, сволочи, а я так бедненький, несчастненький, хорошенький человек, нет, наоборот, чем мы больше думаем о негативе, тем больше мы его увеличиваем, вот, да, то есть, один человек, вот два человека, да, давайте возьмем вот сторону негатив, вот сторону позитив, и вот есть люди, которые говорят, у меня не получится, я не смогу, ну это ты смогла, а я не такой, да, то есть, ой, это же надо обучаться чему-то новому, и получается, он постепенно, да, выгибается и тупо падает, падает морально, да, то есть, не физически, а я имею в виду сейчас морально, он падает, потому что он сам себя разрушает годами, он борется со своими желаниями, есть люди, которые о чем-то мечтают, и они борются со своими желаниями, чтобы этого не хотеть и в итоге остаться ни с чем, а есть люди, которые говорят, слушай, как интересно, дай-ка я послушаю, дай-ка я попробую, дай-ка я подумаю о том, что я могу для себя в данной ситуации предпринять, да, все, кто ИП, там, сетевой бизнес, бизнес на земле, там, вот эти же, да, не знаю, продажи, рестораны, мойка машин, да, без разницы, все эти люди, они предпринимают, они предприниматели, вот и все, и когда мы с вами думаем, что мы можем просто где-то что-то получить, не работая над собой, не повышая свой уровень развития, да, вот в этом плане, то, конечно, мы очень сильно ошибаемся, для того, чтобы быть на уровень выше по зарплате, да, вот, например, получаете вы 30 тысяч, а вы хотите получать 300, что для этого нужно сделать, чтобы прибавить нолик в конце своей зарплаты, в конце своего дохода, что нужно сделать, уж точно не то, что вы делали до этого, нужно заниматься чем-то таким, что вы до этого ни разу не делали, понимаете, и вот, когда до человека это дойдет, и он начнет действовать, и он действительно будет действовать для себя, для своей семьи, для развития своего рода, род, да, род это люди, которые и были с нами, которых мы уже не помним, это тоже наш род, энергия нашего рода, мы должны обогащать свой род, и когда я сколько раз говорила и разговаривала, то что меня очень сильно замотивировала такая вещь, которая со мной произошла, это когда моя дочь старшая, моя дочь старшая мной начала гордиться, когда я пришла, еще помню, давным-давно, вот этот эрифлейм, у меня там ничего не получилось, насколько вы знаете, вышла на 12% и просто ушла, она сказала мне такие слова, мама, я так тобой горжусь, я говорю, а чем ты гордишься, она говорит, ты работаешь не себя, ты работаешь не себя, и мы скоро с тобой поедем куда-нибудь отдыхать, потому что ты заработаешь денег, я тогда даже не восприняла ее слова всерьез, но до какой степени мне стало приятно, что мой ребенок у меня берет, да, ну и тогда было, я не помню сколько лет, меньше 18 точно, и вот вы знаете, когда я стала директором в компании Фоберлик и вышла на доход около 30 тысяч русских рублей, 34 тысячи в год каталог, это в первую очередь, более 40 тысяч, я поняла одну такую вещь, как гром среди ясного неба, потому что я вела вебинары, я дочке ничего не рассказывала, но она уже тогда сама все это понимала, и когда мы пришли на родительское собрание, и там дети рассказывали о своих родителях, она гордо вышла и сказала, а моя мама, директор, и она сказала так гордо, что я всю дорогу домой шла и ревела, мой ребенок мной гордится, это просто невероятно, поэтому подумайте, прежде чем кого-то короновать и считать чьи-то деньги, а может быть вы сами можете что-то для себя клевое и классное сделать, подумайте, давайте с вами эту тему обсудим. Продолжение следует...